основная проблема переноса аналог хоррора из формата видео формат игры это динамика и интерактивность большая часть подобных проектов представляет из себя нажимания на левую или правую картинку левую или правую кнопку и если во втором случае игра сделана хорошо и со знанием дела то от того же assessment examination буквально хотелось срать пиздец хоррор я снова всех приветствую на самом ебическом небобойстого слова по ебаническом канале и сегодня я затрону доселе не затронутую тему почему аналог хоррор в играх не работает кто прав кто виноват и самое главное как выйти из этой ситуации но для начала нужно понять что такое аналог хоррор конкретно для меня потому что когда вышел второй эпизод каталога манды и все кричали что это уже не то где вхс пердюши гличи я наоборот думал что из всей аналоговой хуятины mandela каталог volume 2 это буквально эталон и лучше уже не будет потом правда и 3 4 эпизоды вышли но суть не в этом так вот для меня аналог хоррор прежде всего связан с чувством что ты узнал что-то чего не должен был что-то как малдер в x-файлах за тремя слоями лжи и конспирологии умудрился откопать абсолютно секретную информацию именно это ощущение что привычная картина мира рушится и по-настоящему все куда страшнее чем кажется и должно быть в аналог хорроры проще всего будет понять это на примере представьте что в мире происходит кое-что и это кое-что сулит глобальный пиздец правительство стран уже знают но в надежде предотвратить катастрофу и во избежание паники ничего не афишируют по телеку крутят обычные новости в интернете кто-то кого-то опять послал нахуй и тут резко с гличами и звуками пердежа буквально несколько кадров на твоем экране мелькает что-то чего там быть не должно какие-то правительственные документы и карты сводки просто страшно ебало с надписью пострадавший чем непонятнее и страшнее тем лучше но это только начало после этого тебе звонит твой друг говорит что тоже видел что-то эдакое и ты начинаешь понимать что прямо под твоим носом прямо здесь и сейчас происходит лютая инфернальная пизда а из твоего круга общения об этом знает только твой кент и вот как ты расскажешь о надвигающимся пиздеце маме папе брату свату сестре аж просто додиком назовут в лучшем случае а в худшем еще и позвонят куда надо вот именно эта атмосфера непонимания недоверия тревоги и ужаса от надвигающегося пиздеца и является для меня одним из ключевых элементов аналог хоррора пример с малдером кстати хорош еще и тем что несмотря на то что он думал что сам что-то там находят на самом деле все что он узнавал было четко распланировано и дозировано дядями в костюмах равно как и все что показывает тебе в аналог хоррора регулируется его автором пункт 2 страшно и если ты дебил и все то что я расписал выше ты не понимаешь и не вытягиваешь то во первых у тебя скорее всего получится за пейнтер только там еще его не страшны а во вторых у того же спенсера лаки о котором я кстати говорил в позапрошлом ролике получилось своими короткими видосами в очередной раз доказать что иногда какой-то мутной рожи вполне доста в общем понятно либо ты делаешь интересно и атмосферно либо пихать везде страшное ёбло либо и то и другое как в каталоге манды кстати о нем так как детище алекса кистера является по сути лицом аналог хоррора не удивительно что почти все разрабы своей хуйни пытаются его копировать другое дело что такие копировальщики обычно не обладают достаточной остротой ума чтобы понять что именно делает оригинал настолько мощным поэтому вместо того чтобы удариться в атмосферу или проанализировать как алекс строит нарратив в башке прокат простейшая схема бульда фотка плюс текст равно пиздатый фирменный старитейлинг а best плюс то free glitch эффект даже блять похуй равно страшно работаем отчасти поэтому второй эпизод каталога так и заговнили на старте у додиков просто не хватило вычислительной мощности мозга чтобы понять что несмотря на отсутствие в алекс а получилось отлично передать именно суть аналог хоррора ну да ладно разбирать сегодняшний аналог хоррор проекты я буду по схеме хороший плохой злой но так как это мой канал начнем из полного говна а потом плавно приблизимся к той единственной игре что мне все-таки понравилось и не бойтесь видос не скатится в летсплей в однозначно плохую категорию сразу залетают assessment examination maple county и им подобное по сути это даже не интерактивное кино как какой-нибудь волкин дед это интерактивный блять видос это интерактивную далеко не всегда ну даже не знаю сюда же кликнуть нельзя блять исчезла типа я нажал он исчезли типа проблема еще в том что выбор неправильных ответов не приводит ни к каким последствиям ни в одной из подобных игр ну жму я на траст рядом с этой мордой ну выбираю я откровенно не то что надо по итогу нихуя не изменений в геймплея не альтернативной концовки не даже усиление вхс передержали хотя бы скримера тупо не я например давайте вам покажу maple county начинается все с первого из двух плюсов игры усталого задисторшенного голоса за кадром несмотря на то что мне очень нравится как он звучит пиздит он ну слишком долго а автор при этом ну слишком очевидно пытается повторить момент с кассеты из первого эпизода каталога манды короче что мне нравится в этом хорроре да заткнись дай мне что то сказать нахуй пожалуйста дальше нужно покликать на те самые ебальники это не влияет вообще ни на что и после этого внезапно идет сюжетная сбивка с текстами из разряда я не могу забыть его глаза похоже кто-то в моей кухне и каждый раз когда вижу свой старый дом блять мне хочется посрать потом вне зависимости от выбора вначале говорят что все заебись тест пройден и происходит последний вент который мне в этой игре нравится дальше опять показывают дом и вот она наконец-то можно ходить правда только нахуй темные коридоры говна в которых что-то бегает я видел еще лет десять назад у джезуса ванише но это еще ладно проблема в том что когда эта секция начинается игру уже банально невозможно воспринимать всерьез блять стоковый звук крика но я сюда пойду правильно мне интересно что там да они дают у си сомптинг я бы тоже мать сдохла в принципе assessment examination страдает от тех же самых проблем дебильный тест в начале куча душнейшего лора в середине еще один дебильный тест и а еще он вот так охуенно обрывается да только ты думаешь что что-то сейчас начнется как уже все закончилось справедливости ради здесь выбор все таки влияет на результат но не спешите радоваться потому что что нужно выбрать чтобы было интересно я так и не нашел в первом случае нам говорилка и на фоне леса зачитывают аналог хоррор версию красной шапочки во втором и в третьем невероятно талантливый актер что-то блеет от лица типа заправки пиковый саксинг и все это так тупо блять я сижу на заправке и тут ребенок кровью истекает впустите его внутрь не он страшный не впущу отказ от сотрудничества это преступление а ну ладно тогда пойду в пущу и потом еще для видимо совсем дебилов показывают фотку этого ебаного искаженного ребенка типа ты понял вот он с каждым разом становится более нормальным но все равно это это типа все тот же ребенок и и он типа опасен и типа ему верь и подобных полуигр полутестов полураков полупокеров еще предостаточно все они одинаковые и все одинаково пахнут говной как я и сказал в начале основная проблема в них это отсутствие интерактивности ты реально как будто смотришь видос только вместо того чтобы спокойно откинуться на спинке стула или вообще прилечь перед телеком ты должен прожимать какие-то варианты которые даже ни на что не влияют и на том же стриме мне было банально нечего сказать ну рожа ну страшно ну с первого взгляда очевидно что надо нажать и что будет чё мне анекдоты блять сидеть рассказывать короче подобную залупу без геймплея мог бы спасти хороший сюжет но естественно это не наш случай тут у нас как я и сказал мандела каталог на минималках мы тут смотрим на типа альтернэйтов и читаем невероятные рассказы про страшный ребенок стучится ко мне в дверь смотрим мультики и по результатам этого говна нас принимать какую-то тайную эта говнида провалилась бы даже в виде видоса это настолько душно и неинтересно что сдохнуть хочется это буквально каталог манды на аутсорсе у слепых безруких китайцев дцпшников лучше уже за пэнтера навернуть или эту срань про годзиллу чем играть подобные хорроры в злую категорию попадают игры которые можно использовать в качестве пыток в то время как в плохой категории находилась просто цифровая лоботомия нахуй если вы ждете какого-то разительного улучшения качества держите карман шире это такой же говно с шизофреническими сюжетами по типу мне надо ходить поливать огород потому что так написано на бумажке но постепенно ломается свет и становится страшно но тут хотя бы можно играть и это даже не каталог манды ну почти первая игра в списке называется альтернет watch и она спокойно попала бы в хорошую категорию если бы не один минус о котором я скажу чуть позже по сути своей это фнаф но фнаф достаточно хороший геймплей заключается в переключении комнат и поиске в них аномалий коих тут достаточно много кроме знакомых нам с каталогом манды неполноценных альтернаторов здесь есть еще и всякие тульпы видны только в зеркалах и притчер и албанис в true форме помимо этого есть еще и бытовой хоррор в виде перестановки мебели и самопроизвольно включающегося телека блять сами же пугалки здесь скажем так разные допустим вот вам альтернатор номер один и ужас он конечно не внушает но что-то неприятное в нем все-таки есть ахаха а вот вам блять а вот вам блять на это ж хуйню без смеха не взглянешь ну или вот еще ну что это за параша какая рука с глазом блять ты чё дурак а еще в случае луза вылетает мне какая-то анимация или хотя бы скримах а тупо менюшка причем это уже не бета а фолл релизная версия пиздец но на самом деле в целом атмосфера каталога манды здесь присутствует и альтернет watch вполне мог бы занять место в хорошей категории если бы не один минус минус заключается в том что я сделал этот мини обзор чисто по видосам с ютуба потому что у меня эта игра забаговалась нахуй по какой-то причине даже при 3 левеле evident я не мог найти ни одной угрозы причем я и с дарк модом пробовал и без него и перезапускал несколько раз так что иди ка ты нахуй разработчик ебаный никакой тебе хорошей категории не будет чтоб ты блять обосрался нахуй заживо но даже если бы все работало нормально проблема с тем что дольше пяти минут играть в это не интересно никуда бы не исчезла в том же первом фнафе тебя двигал вперед инновационный на тот момент геймплей и всем привет дорогие друзья с вами кул это пасхалки five nights at fredis тут же нет ни того ни другого по сути если ты посмотрел этот микро видос ты прошел альтернет-вотч едем дальше едем и врезаемся в столб на юнити под названием сам тенизрон сам тенизрон с разработчиком этой игры потому что ти пришел пиздануть заставку с буквами и ногами буквально на 4 минуты хотя то что тут рассказывается укладывается в 10 секунд мы играем за женщину у которой на хате происходит всякое полтергейство ей никто не верит и под конец у нее пропадает сын и едет кукуха я понимаю это все лютый саспенс и картинка трясется регулярно проигрываются звуки пердежа да и вообще-то буквально пересказ истории адама из мандела каталога но вот это вот это не страшно это просто какая-то залупа причем растянутая на 4 минуты напоминает хоррор фильмы про призраков типа полтергейста нет напоминает что какой-то мудак посмотрел манделу решил сделать то же самое но на юнити но и в 10 раз хуже так ебальники завалили тут геймплей пошел выйдя в коридор мы попадаем в задние комнаты по какой-то причине немного-то уходим потом вырубается свет и мьюинг ладно какое-то дерьмо блять полное на стриме мы играли в еще несколько бесовских сатанинских хорроров но я уже устал говорить о всякой параше поэтому сейчас по настроению сделала микро нарезку чтобы поле через что я прошел и перейдем наконец-то хорошей категории уже сразу видно что качественный контент будет вот это нихуя себе избегает его что так ребята ваше мнение по данной игре пожалуйста байт оф эти сэван но пока десятилетие геймдева как бы не зря проходит так у вас там есть еще на стриме так да вижу что есть все нормально значит а что произошло еще раз дэдменс фолт 3 бакса это стоит и на deep dark кейв да вот я думал что мне хочется вот на что мне хочется 3 бакса проебать купить себе пожрать купить себе дота плюс не блять deep dark кейв нахуй а прикиньте типа ты в пещере ходишь и типа блять ну типа ну ты типа в пещере ходишь и типа а но ты типа что это так не играй в эту игру если тебя легко это блять стревожить тут я пле все и вино бля мне кажется и должен в это поиграть потому что точно но хуя я ретард блять посадите нахуй на ник создатели демон бладет ёб твою мать визуально я не удивлен что демон бладет имеет нахуй проноунс зэй ит ши я уже не хочу в это говно играть хотя наоборот это же играют зэй ит ши это шо за уёбище вылезло демон блада тэрэл шо опа нихуя себе пича ты типа наигрался блять ну какой хочу подвести итог по данной игре эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Надо было. А вот так. Silk Bulb Test, а именно так зовут единственную хорошую аналог-хоррор-игру, эксплуатируют, как понятно из названия, кликанье по правильным-неправильным картиночкам. Но в отличие от говна из плохой категории, здесь мы играем не за курсор, блять, а за типа, сидящего за столом и нажимающего кнопки. А это значит, что тут и встать кто-то за спиной может, и скрима прокнуть, и самое главное, появляется та самая интерактивность и погружение, о которых я говорил еще в самом начале. И тут даже можно простить то, что твои ответы ни на что, кроме микроизменения пары вопросов, не влияют. Потому что если в том же Maple County весь геймплей был сосредоточен именно на выборе, и там это было прям критично, то тут, например, есть ивент с монстром, который медленно ползет в твою сторону, если ты от него отворачиваешься или смотришь вниз. Силкбалб тест в принципе построен по-другому, нет этой шизоидной структуры, состоящей из... Мы выбираем картинки, мы считаем лор, мы выбираем картинки, конец. Нет этого эффекта просмотра хуёвого видоса, нет ощущения, что ты играешь в кривую копию каталога Манды, в конце концов. Вместо этого ты реально чувствуешь себя человеком, сидящим в грязной темной комнате, за спиной какие-то мутные типы, что-то постоянно шорхает, кто-то ходит, на экране показывают ужасы. Я не хочу конкретно разбирать происходящие в игре ивенты, потому что это нужно прочувствовать самому, как бы это по сосну не звучало. Тем более, первый сегмент Силкбалб тест проходится буквально за 10-15 минут и даёт неплохо так просраться. Ну и потом можно потратить ещё столько же, чтобы выкрутить яркость на максимум и посмотреть, что происходит на самом деле. Почему я назвал это первым сегментом? Потому что после выхода в главное меню можно нажать ретрай, и тогда тебя закинут в тёмный коридор с какой-то ползающей еволистикой, где нужно будет найти телефон, и на этом левел кончается. Опять-таки, по описанию полная залупа. Тёмные коридоры говна, в которых что-то бегает, я видел ещё лет 10 назад у Джезуса Ваниши, но после первого сегмента, задавшего ебейшую атмосферу, даже тёмные коридоры говна с монстром его внушают. Прикольно ещё то, что если тут выкрутить яркость на максимум, то окажется, что это чучело запрограммировано не гнаться за тобой, а наоборот, мелькать где-то вдалеке и сразу же убегать, изредка делая спринт в ноги. Также хочется отметить канал разработчика, где есть куча всяких тизеров, трейлеров, все они выполнены в лучших традициях аналог хорроров со страшными ебальниками, и особо сильно мне нравится этот слегка дебильноватый голос на фоне, произносящий какие-то числа. Кстати, если вбиться на ютубе Silk Bulb Test, то вскоре после летсплеев начнёт вылезать всякая гадость, по типу каких-то мутантов, проблем с глазами, проблем с кожей, проблем с банкой в жопе. Не знаю, было ли так задумано разрабом или это чисто совпадение, я на самом деле просто хотел спиздить превьюху, а вместо этого мне какой-то мерзоты навалили. По итогу я смело могу назвать Silk Bulb Test хороший аналог хоррор игрой, пусть на данный момент какой-то истории в нём не прослеживается, что как бы логично для демки. Судя по тизерам с названиями Messenger и Silk Bulb Employee Orientation, сюжет там будет, а насколько хороший, ну, пока что уже время. Лично я буду с нетерпением ждать фулл-релиза и, естественно, забубению отдельный ролик. Что же касается вопросов, поставленных в начале, почему аналог хоррор в играх не работает, кто прав, кто виноват и, самое главное, как выйти из этой ситуации? Ответ на самом деле достаточно прост. Любой вид искусства, будь то музыка, кино, компьютерные игры, видосы на ютубе и так далее, при популяризации автоматически говнится. Не каждому дано быть с Дэвидом Боуи, Гаем Ричи и любым другим типом, которого уважаешь конкретно ты. На каждого молодца в своей сфере, по типу Алекса Кистера, найдётся тысяча безруких, блять, долбоёбов, со своими смайл-тейпсами, гадзилами, зе-пейнтерами, а за ними подтянутся ещё и дети Индиго с Юмити наперевес, и мыслями, вот я ещё как сделаю свою крутую аналог-хоррор-игру, у меня там сюжет, короче, ну, кассета, типа, и рожи, и потом ещё картинки будут с текстом, а потом это ещё поиграет купленов. Все про мою игру знают, и я стану крутым и богатым. И, казалось бы, похуй плюс похуй, это же не несёт никакой угрозы, но делают говно и делают, тебе-то какая разница? Но по итогу реально годные проекты начинают смешиваться с этим говном, и создаётся ощущение, что ничего кроме говна в сфере, собственно, и нет. Отличным примером будет модерновый проб метал, где на один мощный коллектив по типу Вилдьярд есть мульон додиков-мульёбов, которые даже свести своё говно не могут, ну или те же видеоэссе. Я, блядь, ненавижу этот зонтичный термин, но, по сути, почти все мои видосы можно к нему причислить. И пока существуют имбецилы по типу пухового одеяла, стартующего ролики, вот так... Если что, это не ирония, там весь канал такой. Когда возникла жизнь... Так вот, пока существуют подобные кадры, у меня и многих других людей термин видеоэссе ассоциируется с этим... Блядь, я даже не знаю. Пиздецом, блядь. А таких ассоциаций, конечно, хотелось бы избежать. Ну и как выйти из ситуации, тоже вполне очевидно. Нужен заряженный, мотивированный, умелый человек, который соберёт команду таких же молодчиков и выкатит нам что-то на уровне силк балб теста, а может даже и выше. На этом всё. Всем удачи, до новых встреч.